По молитве Святых Отец Наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царь Небесный, Утешитель Дух истины, везде пребывающий и все наполняющий, сокровищница благ и жизни податель, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и признан, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущен, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Его. Авва, Отче, услышь молитву нашу, помилуй и прости меня грешно. Тайна явная, в уме, в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои. Прости. И соблазн, который я подал им, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа, Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Божия, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Твой и ожидание суда Твоего. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, моли Бога о нас. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой мафором любви Твоей. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за рот человеческий, дивная заступница наша, Дева Мария. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о негрешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни, и в транспорте всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь. И на мотарствах проведи душу мою, и введи в Царствие Небесное навеки. Иоанн, креститель предсеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, быть благочестивыми и довольными. Никогда не роптать, довольствоваться питанием надежды, искать прежде всего Царства Твоего и правды Твоей. Не бояться начальствующих и правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать и устоять в верности Тебе, Господи. Господи, услышь наши молитвы и тех, кто молится о нас. Косни сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников, дьяконов. Даруй им страх Твой святой и рождение свыше. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя. Господи Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки. Илья. Святые пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Господи, исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день Перехода Твоего и нашего Отжествия не застал нас неготовыми, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы престола Божия предстоящий, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, обрати их по Слову Твоему. Даруй им Твой суд и Твою правду. Досудят праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде. Досудят нищих народа. Доспасут сынов убогого и смирят притеснителей. Господи, дай нам, священник угодного, предачами Твоими и место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас! Господи, укрепи сердца наши в Слове Твое, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя. В гонениях, в искушениях, не допусти до принятия антихристом начертания, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Учителя Церкви Василий Великий Григорий Богослов, Иоанн Златову, Стефанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Топольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Все переводчики священного писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, Да дарует нам жажду Исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые Жены и Девы, Фекла Первомученица Фатина Сомринина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроника Юния, Киприан и Устин. Молите Бога о нас. Господи, даруй послушание, Молчание, целомудрие И стыдливость с Женом и Девом, И сохрани их от поруганий И нападений недобрых людей. Господи Божий наш, Сущий и Егова, Благодарим Тебя за этот день и ночь, За хлеб, который Ты нам посылаешь, За Твое долготерпение И милость к нам. Отче, ради Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Защити нас от лукавого И козни дьявольские. Не дай нам уклониться от Тебя, Вложи заповеди Твои в сердца наши, Отверзи уши наши и очи Для развлечения добра и зла. Сотвори нас, Господи, Непоколебимыми в вере. Не дай нам впасть В заблуждение и ереси, Возбуди в нас ревность к молитве, К исследованию слова Твоего, И к возвещению людям О великой любви Твоей. Научи нас быть внимательными И рассудительными во всяком деле, Быть терпеливыми и усердными В трудах наших. Молим Тебя, Боже, О болящих. Иване, Ксении, Алексей, Наталье, Злате, Павле, Елене, Антонии, Наталье, Татьяне, Геннадии, Ксении, Кирилле И всех, кто просил нас молиться В них. Если угодно Тебе, Господи, Даруй каждому из них Облегчение или исцеление Духовное и телесное. И путешествующих, Господи, Сохрани, Защити их от злых людей И происшествий. И пошли людей, Жаждущих услышать Слово Твое. Молим Тебя, Господи, О содержащихся в узах Илье, Глебе, Сергии. Сохрани их от зла, Господи, И укрепи в уповании на Тебя. Ты, Господи, Сердцеведец наш. Ты знаешь, В чем имеет нужду Каждый из нас. Сотвори с нами, Как Тебе угодно. Господи, Молим Тебя о помощи В издании трехтомника. Расположи сердца людей. Помоги нам По великой милости Твоей И по множеству щедрот Твоих. Хвала Тебе, Господи. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Если угодно Тебе, И есть на то воля Твоя. Молим Тебя о родственниках И знакомых наших, В теплохладности Или неверия пребывающих, Обрати их по Слову Твоему. Да прославят Тебя Все живущие на небе и на земле. Хвала Тебе, слава, Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавший меня, Господи, Помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешным и помилуй. Господи, соедини нашу молитву С молитвами всех святых Твоих На небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо на. Милостивый Господь, Прими нашу молитву О всех заповедовавших Нам молиться о них. И о незаповедовавших Просим Тебя, если угодно Тебе, Господи, Обрати их И приведи к покаянию. Говори, Господи, Слушает И дослышит рабы Твои Голос Твой. Аминь. Книга пророка Исаии, 8 глава, с 1 по 4 стих. И сказал мне Господь, Возьми себе большой свиток И начертай на нем Человеческим письмом Магер Шалал Хашбас. И я взял себе верных свидетелей Урию священника И Захарию сына Варахина. И приступил я к пророчице, И она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, Нареки ему имя Магер Шалал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет Уметь выговорить Отец мой, мать моя, Богатство Дамаска И добычи самарийские Понесут перед царем Ассирийским. Толкование. Эти два повеления Буквально, по-видимому, Различны и не имеют между собой Ничего общего. Но кто тщательно вникнет В силу мыслей, Тот увидит, Что они весьма сродни И имеют одну цель. Впрочем, наперед нужно сказать, Для чего пророчества Введены в человеческую жизнь. Итак, нужно сказать, Для чего введены они. Бог обыкновенно Отсрочивает и медлит Наказывать грешника. Между тем, как бывает Скор и быстро на благодеяние Добродетельно. Это, то есть, То, что наказание следует Не непосредственно за преступление. Людей более беспечных Располагает к падению. Потому Бог, Чтобы показать свое долготерпение, И чтобы люди не сделались От этого более беспечными, Употребляет врачество Пророчество, Научая грешников Не самыми наказаниями, Но до времени Только предсказанием о них, Чтобы они в случае Если выслушав угрозы, Сделаются лучшими, Отклонили от себя Действительное наказание. А если останутся бесчувственными, То он подвергнет их наказанию. Дьявол же, Видя это, И понимая, Сколь великая происходит Отсюда польза, Посылал лже-пророков, Которые говорили Против пророков, Угрожавших голодом, Язвами, Войтой, Нашествиями на племенниках, И возвещали благоприятное. Как Бог страшными словами Хотел отклонить наказание На самом деле, Так дьявол Производил противное. Благоприятными словами, Расслабляя и делая людей Беспечными, Он делал необходимым Наказание на самом деле. Потом, Когда веровавшие Лже-пророкам И нисколько не родевшие Добродетели, Но оставшиеся При своих грехах, Навлекали на себя Наказание, И конец дела Показывал истинность Пророков И обличал Лживость лже-пророков, Дьявол опять Употреблял Другое средство Для погибели Предающихся им. Он убеждал Людей легко Обольщаемых, Что случившиеся Бедствия произошли От гнева бесов, Которых они Пренебрегали И презирали. Потому и Бог Для уничтожения Такого обмана Предвозвещает Людям за много лет Прежде то, Что случится Впоследствии. Особенно же Имеющие быть Бедствия, Чтобы обольщающие Их Не могли Приписать Случившиеся К гневу бесов. А что я говорю, Это не по догадкам. Послушай Исаию, Который говорил Вем яко жесток Иси И жила железно Вы я твоя И чего твоя Медяна И возвести Хти Я же древля Да никогда Речиши Яко Идали Мне сия Сотвориши Давайте лучше Прочтим Я знал Я знал, что ты упорен И что в шее твоей Жилы железны И лоб твой Медный Поэтому я объявлял тебе Задолго прежде, Нежели это приходило И предъявлял тебе Чтобы ты не сказал Идол мой Сделал это Истукан мой И изваянный мой Повелел этому быть Ты слышал Посмотри на все это И неужели вы не признаете Это А ныне Я возвещаю тебе Новое Сокровенное И ты не знал Этого Ты не слыхал И не знал Об этом И ухо твое Не было прежде Открыто Ибо я знал Что ты поступишь Вероломно И от самого Чрева Матернего Ты прозван Отступником Так как они Как я сказал И как можно видеть Из приведенного Свидетельства Приписывали бедствие Бесам То пророчество Предварительно Разрушает Этот обман Предсказывая О них За много лет Но так как И после того Неблагодарные Могли сказать Вы не предсказывали Мы прежде Не слыхали Вы теперь Вы думали Это после событий Вы не знали Будущего Откуда видно Что об этом Уже было сказано То смотри Как ясно И неопровержимо Бога Обличает их Заграждаю Бесстыдные Уста Он не только Позволяет Пророку Сказать Но повелевает И написать Сказанное На свитке И не просто Написать Чтобы те Не могли Сказать Будто Пророк Выдумал Это после Событий Но призвать И свидетелей Письмен И мужей Достоверных Как по званию Своему Так и По образу Долгое Время И своими Письменами Обличал Их И начертай Человеческим Письмом То есть Тростью То что Имеет Случить Что же Имело Случить Война Победа На племенников Взятие В плен Расхищение Добыч Все Это Говорит Ты Напиши Магер Шевал Хашбас Что Значит Приспе Бо Это Слово Выражает Две Следующие Мысли То Что Важность Грехов Их Тогда Уже Требовала Наказание И наказание Уже Было При дверях Но Бог Медлил Желая Своим Долготерпением Исправить Их И отклонить Наказание И ту Что для него Легко и удобно Употребить Только мановение И все Привести В исполнение Так как Речь шла Об иноплеменниках Имевших Сделать Нападение То он Говорит Не думайте Что отдаленность Пути И многочисленность Войска Могут Сколько Нибудь Замедлить Дело Как это Обыкновенно Бывает У людей Находящийся Вдали Стоит Перед Богом Потому Для Бога Легко И удобно В один миг И в одно Мгновение Времени Тотчас Привести И представить Врагов С крайних Пределов Земли Хотя бы Эти враги Были Многочисленными И я взял Себе Верных Свидетелей Урию Священника И Захарию Сына Варахина Свидетели Чего? Времень Так что Если письмена Будут Подвергаться Порицанию То живые Люди Присутствовавшие Тогда Когда это Было Писано И ясно Знавшее Время Когда это Было Сказано Могли бы Заградить Уста Решающимся Бестыдствовать Такого же Содержания Дальнейшие Слова Производящие Яснейшее Обличение Как и Каким Образом Выслушаем Сами слова Приступил Говорит Пророк К пророчице Так он Назвал Свою жену Может быть Потому что И она была Удостойна Пророческого Духа Благодатные Дары Простирались Не на мужей Только Но не сходили И на женский Пол В делах Духовных Бывает Не так Как в Житейских Нуждах В которых Роды Занятия Разделены И одни Из них Принадлежат Мужчинам А другие Женщинам Так что Не могут Переменяться Между собой В делах Духовных Равные Подвиги И общие Венцы Это С ясностью Можно Видеть И в Новом Завете И во всей Человеческой Жизни И так Совокупившись С женой По закону Брака Пророк Сделал Ее Беремен И когда Родился Младенец Нарек Ему Имя Новое И Необыкновенное Содержа 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 Себе 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 Именно Сказал Господь Нареки Ему Имя Магер Шелал Хашбас Чтобы Если Не поверят Письменам Заключающимся В свитке То Название Младенца Содержа Себе Историю Будущих Событий Данное Прежде Их Исполнение И Постоянно Повторяемое Во всякое Время Заградило Уста Самых Бестыжих В том Что Пророк Не выдумал Это После Исполнения Событий Но Предвидел Их Свыше Могли Убедиться Даже Самые Неблагодарные Противники Видя Самого Младенца Получившего Еще Прежде Исполнения Событий Такое Название Которое Предвозвещало Будущее Бедствие Потому Он И объясняет Силу Пророчества И с точностью Определяет Время В следующих Словах Ибо Прежде Нежели Дитя Будет Уметь Выговорить Отец Мой Мать Моя Богатство Дамаска И добыча И добычи Самарийские Понесут Перед Царем Ассирийский Смысл Этих Слов Следующий Во время Его Незрелого Возраста Когда Он Еще Не В Состоянии Говорить Совершатся Дела Победы И Трофеев Не в том Смысле Будто Сам Младенец Сможет Вступить В бой И Поразить Неприятелей Но в том Что В течение Этого Возраста То есть Прежде Нежели Младенец Станет Говорить Все Будет Предано Врагам Аминь Благодарю Всех За совместную Молитву Чтение Слова Божия Ангела Хранителя Всем Косну Попрошу Забинись Следующие Два дня Меня На молитву Аминь Спаси Христос Аминь Спаси Христос Благодарим За молитву Аминь Спаси Христос Благодарим За молитву Аминь Спаси Христос 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 Аминь Продолжение следует...